МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первую очередь Сергей Морозов рассмотрел два обращения о переселении из аварийных многоквартирных домов. Я имею поручение от руководителя нашей партии, Дмитрия Анатольевича Медведева, встретиться с вами, обсудить ваш вопрос и найти решение для того, чтобы потом либо самому лично, либо Марине Павловне попросим, она будет в Москве работать, чтобы она посвящалась с Медведем, рассказала о нашей встрече. В ходе приема глава региона лично вручил жительнице Ульяновского района Татьяне Боровой, ветерану труда 1941 года рождения, ключи от новой квартиры. Дом у нас на переселении, вышивку переселяют нас. К Новому году уже готовые квартиры, понравились, хорошие. Мне очень понравилось. Я хоть под старостью лет, на 78 лет, 79, получаю хорошую квартиру. Глава региона дал поручение руководству района оказать содействие в переезде и оборудовании квартиры. В целом в Ульяновском районе к концу года будут расселены из аварийного и ветхого жилья 38 семей. В настоящий момент уже все квартиры расконтрактованы. И к концу декабря те граждане, которые решили переселиться в новую квартиру, будут переселены. В квартире, те, которые приняли решение о получении денежной компенсации, будут выплачены денежные компенсации. Вторая заявительница, чей дом пострадал в результате пожара в Сенгелеевском районе, сможет переехать в новую квартиру в поселке Цензавод уже во втором полугодии 2020 года. Тогда будет сдан в эксплуатацию дом, построенный по программе переселения из аварийных многоквартирных жилых домов. При содействии губернатора также был решен очень важный вопрос жителей села Заречное Барышского района. О проведении ремонта двух мостовых переходов через Свиягу. Чтобы дети прошли в школу, они должны эти два моста пройти. И эти два моста проходим, чтобы мы пройти ко всем социальным службам. Это медпункт, магазин, почта, клуб, сберкасса. Вот через эти два моста. Через улицу Свияжская мост. Это вообще один единственный путь, который нас связывает вообще с селом. Если этот мост у нас во время половодия уплывет, то мы вообще будем отрезаны. Мы вообще в селу никак не можем, если только на вертолете. По информации специалистов профильного ведомства, на ремонт сооружений требуется более 7,5 миллионов рублей. В ходе приема глава региона распорядился изыскать в областном бюджете средства и до 1 июля 2020 года провести капитальный ремонт одного моста. Кроме того, уже на следующей неделе дорожные службы должны приступить к сооружению временной переправы. Еще одно обращение касалось помощи в реабилитации трехлетней Софьи, страдающей онкологическим заболеванием. Девочка проходит сложное лечение в Москве, которое требует проживания в столице в течение длительного периода. Губернатор распорядился взять семью на особый контроль и составить план финансовой помощи в соответствии с рекомендациями лечащих врачей.